Своей отчизной, странной родной, зову тебя, моя Россия, великая Россия, ты любимая Россия. Это настоящий интернациональный праздник. В Самаре прошел этнофестиваль наследия народов. Он был приурочен к 437-летию Самары и Дню дружбы народов в Самарской области. В честь знаковых событий к участникам и гостям фестиваля обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В мире и согласии, в дружбе живут люди на нашей Самарской земле. Это главное достояние нашей земли. И когда мы вместе, солнышко выходит. С праздником вас, дорогие земляки. Мира, добра, благополучия вашим домам и нашему прекрасному одному дому большому Самарской земле. В этнопарке создано 20 аутентичных национальных подворий. Каждый посетитель смог познакомиться с традициями и обычаями народов Самарской земли, также принять участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах. Для этого специально организовали 7 тематических площадок и ярмарочные ряды. Здесь же развернули этнокухню. И весь день на главной сцене парка шел большой праздничный концерт, где танцевали, пели, играли на народных инструментах коллективы национально-культурных центров нашего города. Жители и гости погрузились в мир традиционной национальной культуры народов нашей страны. Этнофестиваль собрал фольклорные, вокальные и хореографические коллективы со всего региона. Очень важную роль играют национально-культурные центры, сохраняющие родную культуру, приумножающие ее и работающие с соотечественниками, которые приезжают в Российскую Федерацию с тем, чтобы стать ее новыми гражданами. Ведь без этой работы, без понимания того, что на нашей гостеприимной земле могут уживаться представители разных национальностей, и не просто уживаться, а жить в добрососедских отношениях, жить, творить, рожать детей, чтобы развивалась страна. И именно эту роль со своей стороны, со стороны культурной, со стороны человеческих взаимоотношений выполняют наши национально-культурные центры. В этот день у каждой избы, хаты, юрты можно было увидеть много посетителей. Их хорошее настроение создавала и звучащая повсюду народная музыка. Айгуль Желелова руководитель региональной общественной организации Центра культуры Казахи Самары встречает гостей в казахском доме, рассказывает историю своего народа, его традициях, обычаях, которые передаются из поколения в поколение. И, конечно, угощает национальными блюдами. Мы встречаем гостей за большим щедрым дастарханом. Очень много привезли мы национальных блюд с Казахстана, специально сюда молочные напитки, кумыс. Кумыс вообще считается животворящим напитком, потому что он излечивает туберкулез, он помогает бороться с раковыми клетками. Если хотя бы месяц попить настоящего кумыса, можно омолодиться, оздоровиться на много лет. Это очень уникальный напиток. На сегодняшний день в этнопарке проходит большое количество мероприятий. Фестиваль «Наследие народов» – самый масштабный из них. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События.